Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Техмилл и сами я Артур Идиатуллин. Сегодня на рынке доминирует тема поиска доходности. Мы видим, что такие рисковые активы, как фондовые активы, то есть акции сегодня выросли, фьючерсы на S500 прибавили сегодня 0,2%, практически достигнув отметки в 3700 пунктов. Выросли сегодня также товарные валюты. Новозеландский австралийский доллар прибавили против доллара США. Альтернативные классы активы, такие как биткоин, также сегодня выросли. Ну и валюты развивающихся рынков, такие как доллар-рубль, также сегодня в плюсе. Доллар, соответственно, у нас сегодня находится в обороне. Падение ускорилось сегодня доллара, так как укрепляется сейчас консенсус, что Центральный банк США предложит рынку дополнительное смягчение кредитных условий. В понедельник мы обсуждали возможные формы этого смягчения. ФРС может открыто увеличить программу количественного смягчения, то есть месячные покупки казначейских облигаций с рынка, либо изменить композицию покупок в текущем объеме. Напомню, что программа количественного смягчения, это когда Центральный банк пытается корректировать базовые рыночные ставки, то есть доходность государственных облигаций посредством гарантированных месячных покупок их в некотором объеме. Корректируя безрисковые ставки, коими является доходность казначейских облигаций, ФРС ожидает, что другие процентные ставки, в том числе ставки кредитования, они также подстроятся. Если же ФРС у нас захочет прибегнуть к увеличению дюрации в текущих покупках, скорее всего произойдет это следующим образом. ФРС будет увеличивать покупки долгосрочных казначейских облигаций, например, 10-летних казначейских облигаций, и уменьшать покупки двухлетних казначейских облигаций или более коротких облигаций. Это необходимо для того, чтобы попытаться снизить долгосрочные процентные ставки на рынке, таким образом воздействуя на долгосрочную стоимость заимствований. Необходимость увеличить покупки долгосрочных облигаций, она выражена следующим известным графиком. На ваших экранах представлен несколько позабытый график спреда между доходностями 10-летних и двухлетних казначейских облигаций. Это известный предвестник рецессий и подъемов. Если вы на рынке, по крайней мере, с середины 2019 года, вы, наверное, помните, что этот график, он у нас являлся такой некоторой рабочей лошадкой различного рода прогнозистов, особенно пессимистов, так как они именно этим графиком обосновывали возможное скорое наступление рецессии. Собственно, мы видим, что действительно этот график у нас предсказал нынешнюю рецессию. Работает он следующим образом. Когда данный спред снижается, то это означает, что рынок у нас ожидает стагнацию или рецессию. И наоборот, когда спред у нас растет, рынок ожидает подъем. Если мы посмотрим историю, собственно, те моменты, когда данный спред снижался, то видно, что после снижения данного спреда в район нуля или даже ниже, у нас действительно вот здесь следовали рецессии. Здесь, как мы видим, также было снижение в начале 2000 года. Затем у нас также произошла рецессия. И также после снижения данного спреда в 2006 году до нуля, также через некоторое время последовала рецессия. Ну и здесь мы также видим последний эпизод снижения данного спреда. Действительно, также, к удивлению всеобщему, предсказал рецессию в 2020 году. Сейчас у нас график показывает, что популярность вложений в длинные облигации правительства США относительно коротких облигаций, она быстро падает. Это выражается в том, что спред у нас растет. Другими словами, рынок полагает, что ближняя перспектива в получении доходности на капитал, она более радужная, она более выгодная, чем дальние перспективы. Из-за этого, из-за этой тенденции у нас растут долгосрочные рыночные ставки, так как, по сути, рынок у нас требует все большую, все более высокую доходность, чтобы вкладываться на менее популярный долгий отрезок времени. ФРС у нас сегодня может вмешаться, попытаться прервать эту тенденцию, если она посчитает, что рост долгосрочных процентных ставок, он у нас не является комфортным для текущего восстановления экономики. Если мы посмотрим, что у нас произошло с процентной ставкой, с доходностью по 10-летним казначейским эмблигациям, видно, что она приблизилась практически к 1%. Если у нас ФРС посчитает, что данное увеличение процентных ставок, данное увеличение доходности по казначейским эмблигациям, оно не является благом для экономики, для текущих темпов восстановления, если она будет мешать восстановлению, то ФРС может сегодня прибегнуть к дополнительному смягчению. Как я уже сказал, она может это сделать через открытое увеличение программы количественного смягчения, то есть заявить, что будет больше каждый месяц скупать активов с рынка, либо же изменит композицию текущих покупок, сделает акцент как раз-таки на 10-летние казначейские облигации, чтобы эту доходность подавить вниз. И, собственно, все остальные долгосрочные процентные ставки, они также потянутся за тенденции, которые инициирует ФРС в долгосрочных процентных ставках. Увеличение программы количественного смягчения, на мой взгляд, выглядит для этой цели чрезмерным, поэтому я считаю, что более вероятно, что ФРС сегодня объявит об изменении композиции месячных покупок, заявит, что будет больше скупать долгосрочных облигаций с рынка. Разумеется, это позитивный сигнал для фондового рынка и негативный сигнал для доллара, что, собственно, с особым рвением сегодня пытается учесть доллар, который усиленно снижается против других валют, но и фондовый рынок, который подтягивается, опять же, к новому максимуму. Что касается индекса доллара, давайте посмотрим на краткосрочный расклад. У нас с начала декабря было несколько тестов уровня 90.50, здесь, здесь, вот здесь, ну и затем, собственно, произошел пробой вниз. Этот диапазон, который у нас существовал, он перестал быть актуальным. На мой взгляд, пробой вот этого диапазона является важным, является четким сигналом к возобновлению продаж. При этом сегодня, ориентируясь на более краткосрочное нисходящее действие, мы видим, что цена вылезла за нижнюю границу вот этого краткосрочного нисходящего канала, что говорит об усилении нисходящего давления. В перспективе нам это дает тест нижней границы нисходящего канала, который у нас сформируется на более старшем таймфрейме. Нижняя граница этого канала, тест, потенциальный тест нижней границы этого канала, может произойти на отметке 89.75. Вот здесь, соответственно, может доллар найти у нас поддержку и уже затем переходить в сколь-нибудь значимую коррекцию. Я считаю, что это будет уровень в 90.50, но перед этим нужно, на мой взгляд, будет протестировать нижнюю вот эту границу нисходящего канала со старшего четырехчасового таймфрейма. На мой взгляд, заседание ФРС и решение, собственно, ФРС, который мы сегодня обсудили, это увеличение дюрации своего портфеля Treasuries, оно будет являться достаточным поводом, достаточным основанием, чтобы это у нас движение произошло. Поэтому, на мой взгляд, нужно продолжать ориентироваться на нисходящее движение в долларе с целью 89.75. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Если же вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. На этом у меня все. Всего доброго, торгуйте в профит.